привет дорогие друзья помните стрим последний ну кто участвовал то задавал вопросы те помнят так вот много было комментов по поводу того что какое твое любимое блюдо я ответил что свинина по-сычуански и в ответ было несколько комментариев а сделай свое самое любимое блюдо расскажи почему оно вкусное почему оно тебе нравится поэтому сегодня я решил сделать как раз таки свинину по-сычуански вы это блюдо можете найти практически в любом китайском ресторане в россии в самом китае огромное количество ресторанов огромное количество кухонь и они там вся китайская кухня делится на 5 основных направлений там прибрежная кухня северная кухня материковая кухня и кухня отдельно идет направление сычуанской кухни где произрастает определенный вид перца который называется хуадзио или сычуанский перец это не перечный перец это прям отдельное растение он очень пряный вот эти вот коробочки очень пряные такие вяжут даже немножко когда его пробуешь в блюде и вязкость такая на языке знаете как будто вяжущий эффект оказывает он свинина у меня есть причем премиальные отруб я сегодня на рыночке раз прибежал и видите карбонатик взял потому что китаец который учил меня это делать он использовал карбонат не можно использовать конечно всякие очистки но он говорит свинина должна быть без жилок а без жилок у нас определенным образом только карбонат ну такая знаете часть которая у свиньи же вообще в принципе там разные части стоит одинаково карбонат стоит столько же сколько и и лопатка но с лопаткой вы замучаетесь отделяя жилки от костей с карбонатом все гораздо проще поэтому в принципе за ту же цену вы можете взять премиальный продукт и его использовать так не буду я резать короче эту кость я ее отправлю вариться прям так сегодня для приготовления я использую выбор модель этого гриля genesis 2 внизу ссылка на магазин где он продается магазине есть еще масса грилей используйте промокод василий емельяненко для того чтобы при покупке совершенно любого вы получаете что правильно бонус бонусом вам будет сертификат на мастер-класс моего близкого друга паши поцелуева мастер-класс как раз таки по грилям и по мясу он вам все расскажет покажет почему интересуетесь заходите смотрите у меня здесь уже стоит вог я сейчас зажег здесь вот отдельная зона с дыркой для него можно конечно взять ваш стальной и сюда определить его сейчас я разогреваю воду а вот здесь у меня варится косточки я когда на рынке покупал свинину увидел что они там разделывать я говорю отдайте мне костей закинул потому что для этого блюда мне нужен бульон в зависимости от интенсивности варки там вы можете подольше вообще надо долго варить но можно вы знаете если хотите попроще побыстрее можете бульончик так знаете лайтовый сделать значит специально попросил карбонат со шкурой и сальцом потому что это все как мне объяснил китаец говорит мы всегда берем чистое филе не берем потому что он дороже мы берем со шкурой с костями со всякими вот этими делами и потом все обрабатываем почему и получается что из обработанных частей мы варим бульон а из всего остального делаем все остальное поэтому смотрите сальцо я нарезаю кусочками но это просто для того чтобы быстрее она вываривалась именно шкура дает знаете такой навар очень плотный поэтому шкуру ни в коем случае не выкидываем значит потом жилки вот эти вот которые у нас здесь есть вся вся обработанная часть свинины кроме филе идет в бульон все быстро нужно все обработать кушать острый нож но но тупой до удивительным я в голландии в профессионал магазинчики купил думаю кованые ножи хочу себе привести из города заморского ничего такие с толстой стали угол заточки не такой как я люблю сегодня тестовый день у меня конечно есть еще и мои на всякий случай взял дома если вдруг эти не будут справляться посмотрите всю пленочку с куска мяса все нужно срезать потому что мясо будет обжариваться быстро подготовка долгая в китайской кухне всегда обжарка быстрая это тоже не на несколько кусочков и тоже бросаем в кастрюльку обязательно во время варки бульона нужно туда закинуть имбиря не надо его чистить просто пятачками порубите только имбирь лавровый лист не надо специи никакие не нужны чеснок не нужен но вот китаец значит имя его такое у него было суть интересное по-русски конечно звучит странно суй ну то есть взял там поросенка и су его в духовку вроде того вот китаец у говорит что мы в китае даже детей кормим вот этим отваром кости шкура да он наваривается с имбирем и это горит детское питание самых ранних приучают вот к такому питанию китайских детишек значит дальше тонкими какими-то ломтиками такими знаете тончайшими давайте вот отсюда начну поперек волокон тонюсенькими ломтиками вот такими вот об мы нарезаем свинину я складываю сразу в тарелочку для того чтобы ее под мариновать да ты просто и мучаешься и гоню что ножом мучился ну давай пойду поменяю нож голландцы конечно не умеет толковым образом делать ножи у него угол заточки не не подходящий очень толстый обух но я потестил все теперь я знаю свинину нарезал теперь сюда нужно немного имбиря буквально два ломтика можно его предварительно почистить можно его не чистить предварительно самое главное нам требуется мелкий мелкий кубик теоретически вы даже можете на терке у натереть просто у меня терки нету я бы и в китайце при так принято у них знаете резать все ножом с одной стороны средневековье с другой стороны кухня как раз таки приобретает вот этот аутентичный вкус не надо массу гаджетов нужно просто все делать одним ножом отбивать резать шинковать крошить фарш все все одним ножом ну условно одним ножом понятно что сейчас там 10 комментариев уже на строчили вот типа да не там же есть чопперы есть шинковальщики есть такой вид ножа такой ну да это конечно у всех есть но чаще всего вы если вы откроете китайцев поваров которые в ю тубе рассказывают о рецептах то увидите что они одним ножом пользуются в общем вот сюда добавляем имбирь небольшой зубчик чеснока знаете почему я люблю это блюдо правильно уже многие догадались потому что здесь чеснок все помельче порубили чесночок и его к свининке теперь соевый соус обязательно соль соевым соусом не солим а соевым соусом приправляем вкус делаем яйцо в одном из роликов и рассказываю про белковый маринад и сюда добавляю крахмал я это делаю на глаз посмотрите в видеоролике про индейку про белковый маринад как раз я подробно рассказываю о том как что там добавлять в этом случае я все делаю на глаз чтобы знаете много крахмала не кладите чтобы кляр но вернее то то пленка в которую будут будет запечатан каждый кусочек чтобы она была тоненькая так глядим о водичка кипит так и быстро все перемешиваем вы знаете на канале очень мало свинины потому что я не особо люблю но вот при всем этом именно это блюдо именно со свининой является моим любимым потому что белковый маринад и делают ее очень сочной мягкой нежной и она не похожа на свинину то есть сразу даже не разберешь по текстуре она как курица получается примерно все тщательно все перемешиваем даем постоять да великолепно все даем постоять помариноваться пока я займусь капустой значит смотрите пекинская капуста какими-то крупными такими кусками знаете для того чтобы можно было удобно есть палочками вот такими кочерыжки никуда не выбрасываем мы их в первую очередь отправляем в воду которая закипела остальную капусту на 30-40 секунд позднее теперь так как воды очень мало кто-то налил туда маловато воды всяк это будет 55 листов только теперь нам надо что нам нужно баланшировать капусту засекаем там пару минут вынимаем то есть по сути нам нужно всего лишь пришпарить капусту все и сразу же вынимать после того как капусту я баланширнул воду вылил вог у меня просыхает прогревается вог просох от воды сразу заливаю масло обычное подсолнечное нерафинированное нам нужно сделать что правильно фритюр вообще у китайцев в ресторане но во всяком случае в том где был на практике у них это масло оно такое гулящее стоит отдельная посудина вог стальной они наливают туда тонну масла что-то в нем делают потом раз переливают в металлическую чашку оттуда берут чуть-чуть обжаривают там и так далее то есть одно и то же масло оно кочует туда-обратно в течение всего дня потом она выливается в ресторане в определенную емкость данным на утилизацию и все но в течение дня одно и то же масло вот ездит туда-сюда причем китайцы умудряются еще жарить начиная жаре от жареного молока десерты яблоки до рыбы морепродуктов мясо всего прочего это все в одном масле я говорю почему он говорит не знаю меня так учили в академии в китайской прикольно я говорю учили аромат шикарный я сейчас закрою гриль для того чтобы масло нагрелось сильнее и пока что нарежу чеснок потому что мне его нужно много это блюдо максимально чесночная вот прям вообще сплошной чеснок вот смотрите чеснока я кладу очень много здесь примерно целая головка его нужно нарубить максимально мелко прям в крошку в крошку для того чтобы блюдо было пропитано просто ароматом чеснока не переживайте если вы этого не делали и даже не вздумайте мне писать о том что вообще это так много чеснока делайте что я говорю это конкретное китайское блюдо которое вот должно быть именно таким как я его делаю чеснок нашинкован я правда знать что еще не добавил небольшое количество соевого соуса в бульон буквально не знаю там пару столовых ложек потому что бульон не должен выкраситься в темный цвет но соевый соус там должен быть далее свинина которая смотрите в самом начале если вы обратили внимание когда я перемешивал было ощущение что она находится в супе ну вот от соевого соуса и яичного белка здесь было много влаги но так казалось да вот смотрите сейчас она практически сухая потому что она впитала в себя всю влагу масло нагрелось и пора ее обжаривать масло нормально так подкалилась то грязную посуду сюда смотрите свинина прихватилась хватило тут пяти семи секунд в раскаленном масле все перекладываю в чистую посудину вот это бомба все лишнее масло нужно оттуда удалить оставляю буквально пару половников несмотря на то что это кажется много на самом деле не так много я сейчас все объясню покажу по ходу теперь что я делаю я беру самую большую чашку можно найти праздничную миску чашку я выкладываю вниз капусту все она за это время стекла просто-напросто выкладываю капусту и все капусты должно быть довольно много потому что сами понимаете порции в китайских ресторанах большие но если детально разбираться мясо там не так много потому что много овощей и капусты там или перец или еще что-нибудь теперь сюда на капусту мы выкладываем мясо в оставшийся сок который у меня здесь есть его на дне чуть-чуть совсем я вливаю воду с крахмалом знаете не цели превратить все это в кисель но сюда я добавляю бульон который наварился небольшое количество и ставлю его сюда потому что капля в масле может понаделать много разных интересных вещей и поджигаю вторую часть гриля видите у меня просто блюдо такое которое заставляет все время быть так сказать во внимании но у вас есть всегда вторая зона на которой можно что-нибудь жарить хотите сюда мясо закиньте хотите и лаваш еще что-нибудь мне нужно чтобы вот эта вот штука закипела пока убираю половник закрываю гриль даю закипеть воде ну то есть бульон у нас горячий вода прохладная чтобы не образовывался не образовывались комочки все вместе сейчас чуть-чуть температурки она кипнет значит пока у нас там водичка закипает делаем вот что смотрите свинина здесь значит все остальное здесь чеснок я высыпаю сверху обязательно свежий перчик острый видите я со второй половины стал резать потому что ближе к попке он гораздо острее блюдо должно быть пряное жгучая теперь у меня есть сухой перец вот без сухого перца не обойтись я пробовал спрашивать китайца почему именно сухой перец почему нельзя столько свежий перец он говорит короче вот так делай все и не спрашивай поэтому я вот так делаю значит три стручка то есть блюдо должно быть реально жгучая я думаю что знаете что у китайцев мои догадки свежий перец не всегда есть а сушеный сто процентов всегда поэтому имея сушеный перец дома вы можете делать это блюдо вообще без всяких заморочек ты без всяких проблем чуть соевого соуса чуть соли теперь нужно взять нашу чашку и бульон я наливаю вниз понимаете не лью его на чеснок а лью его вниз капуста должна быть в бульоне честно признаться я не знаю для чего нужно там загущать бульон на что китайцы мне показывал он его загущает но очень нежно и потом когда ты ешь ты не понимаешь типа но надо было это делать с крахмалом или не надо было но вот он не сказал так вот нежно загущать небольшим количеством крахмала я так и делаю это все равно вкусно будет все равно будет прикольно смотрите что должно быть капуста должна быть покрыта бульоном все капуста у нас находится в бульоне мясо лежит сверху чили перец и чеснок тоже сверху самое главное что должно быть в этом блюде без чего оно не будет называться свинина по-сычуански это вот тот самый сычуанский перец который называется еще хуадзио очень пряный ароматный перец такими коробочками который слегка руками разминается в итоге вы его есть не будете но фактически так же как и хлопья чили перца он нам нужен для аромата вяжущего эффекта и для вкуса этого сычуанского блюда просто он произрастает провинции сычуань поэтому он идет много в каких вариациях видите раз раз все сложил перца должно быть не знаю они китайцы вообще его сыпят прям тонну я знаете так аккуратно все теперь мы что делаем можно отключить уже не нагревать масло видите дымок пошел я сейчас наклоню о теперь набираем раскаленное масло и льем на чеснок чили сычуанский если бы вы знали какой здесь аромат вы бы просто с ума сошли от радости и удовольствия и вы знаете довольно много надо налить масло то есть я например когда заказываю в традиционных китайских ресторанах это блюдо я понимаю что они там ну пол литра минимум туда ливанули этого масла ну и все это пора быстро сейчас подавать и есть так я перчик фритюрный сразу отсюда выкидываю а вот это все нужно аккуратно перемешать ну не к тому что сверху вниз до просто распределить по поверхности масло горячим остается долго и поэтому она нагревает свинину свинина не остывает но в итоге что получается что вы достаете снизу капусту например вот так перекладываете к себе там в чашку или еще куда-либо добавляете сюда мясо и если я в китайском ресторане то я еще заказываю себе рис ух ты то очень похоже можно ничего говорить не буду потому что это круто конечно ну с одной стороны жирновато ну знаете когда это безумно вкусно масло все равно стекает когда вы достаете я сегодня масло налил не так много в китайском ресторане его просто вот игру там половина бульона половина масла тазика свинина получается очень нежная капуста знаете такая слегка хрустящая она не должна быть вареная и всего лишь чуть-чуть прихватывать зависимости от ресторана и от повара некоторые больше ее там подваривают некоторые меньше но это тот чего я хотел приятного аппетита я не могу ничего говорить потому что у меня прям ваш я доволен тем что сделал пока